После объявления Владимира Путина о начале специальной военной операции по защите Донбасса в адрес нашей страны буквально посыпались санкции. Видимо, Евросоюз и США считают, что их ограничения сломят решимость и поменяют планы. Однако, и это отмечал российский лидер, санкции против России ввели бы все равно. Ими начали размахивать перед нашей страной давно. Именно это давно дало нам время подготовиться. Проработать те же системы для осуществления банковских платежей. Например, СПФС – система передачи финансовых сообщений Банка России. Альтернативный канал передачи электронных сообщений по финансовым операциям. Гарантирует бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри страны, так и за ее пределами. Она была запущена еще в 2014 году, когда жители Крыма на референдуме решили, что хотят вернуться в состав России. И воля народа до сих пор некоторыми странами во внимание не принимается. О мерах экономической поддержки мы поговорим подробнее чуть позже. Сейчас больше о психологических моментах. Не каждый умеет отличать фейк от достоверной информации. Еще и принимает за чистую монету. Как сургутяне сохраняют голову холодной? А если переживаешь, как перестать собственноручно доводить себя до паники? Расскажет Валерия Кудрявцева. 36 стран с момента начала специальной военной операции по защите Донбасса закрыли воздушное пространство для России. Правительство нашей страны ответило зеркальными санкциями. Так теперь пассажирам, например, из Лондона в Токио придется лететь 17 часов вместо 9,5. Плюс сделать пересадку на Аляске. Некоторым россиянам, конечно, тоже пришлось поменять свои планы. Например, на заграничный отпуск. Но скорее в части направления путешествия. В марте отдохнуть в странах Карибского бассейна, Доминикане, Мексике и Кубе не получится. Те, у кого были приобретены туда туры, перепланировали маршруты. Сегодня, по заявлению главы Ростуризма Зариной Дагузовой, доступными остаются Турция, Египет, Тунис, ОАЭ, Индия и Вьетнам. Начнем с того, что у нас вообще европейские страны, как туристов, еще не ждали. За исключением Кипра, Греции, Болгарии, Хорватии, Венгрии, Сербии, Албании. Ну и зимой спрос туда гораздо меньше. На данный момент в нашем агентстве нет ни одной заявки на март, есть на лето. Мы пока ждем. Нет паники у людей. Все выжидают, все понимают, что есть гораздо большие проблемы глобальные, нужно немного подождать. Есть заявки в марте только, вот у нас были на Карибский бассейн. Если они есть у коллег, туроператоры их аннулируют. Денежные средства остаются на депозите у туроператора. По курсу здесь уже зависит от туроператора. Некоторые переживают и за наличие лекарств. Однако делать этого не стоит. По словам директора Центральной аптеки Сургута Зинаиды Кулешовой, в России существует большая сеть федеральных дистрибьюторов, которые поддерживают полугодовой запас препаратов. Научила этому пандемия. Не будет проблем, по мнению руководителя фармточки, и с собственным производством таблеток. За последние 10 лет фармацевтическая промышленность России просто гигантский рывок сделала. То есть у нас построены современные огромные фармацевтические заводы, которые оснащены по последнему слову техники. Эти заводы, конечно же, используют какую-то часть компонентов для своего производства из-за рубежа. Например, субстанции, непосредственно само лекарственное вещество. Наверное, процентов 70 производится в странах Индии, Китая. Много сейчас уже наращивается производство синтез собственных субстанций в России. Часть сургутян, к слову, придерживает сомнения, что переживать из-за закрытого неба и других ограничений. А к тому же делать какие-то выводы еще слишком рано. Все абсолютно нормально. Я считаю, что человек должен обладать чувством принятия. И все происходит не просто так. У меня нет переживаний, потому что я работаю в той службе, которая точно не закроется. Самый супруг работает на госслужбе. Но, в принципе, я верю нашему президенту. Я думаю, что все будет нормально. Но есть и те, кто в последние дни излишне тревожился. А иногда даже начинал паниковать. Кто-то судорожно бежал к банкомату снимать наличные. Другие закупаться гречкой, макаронами и лекарствами впрок. Так делать не нужно. По мнению психологов, необходимо остановиться и переключить внимание. Переключить свое внимание на безопасные моменты своей жизни, на своих детей, на то, что окружает меня в моем доме, на весну, приходящую за окном, на способность выдыхать. Именно дыхание помогает выйти из состояния тревоги. Если это чувство все же нахлынуло, психологи советуют встать ровно, положить руку на грудную клетку и медленно делать вдох на два такта, а выдох на четыре. Когда мы выдыхаем, у нас появляется возможность сделать новый вдох. Новый вдох нужно делать уже с пониманием того, а что я могу реально сделать в этой ситуации. Что сегодня выбираю я? Задать себе вопрос, для чего я смотрю эту новость? Насколько целесообразно и нужно верить тому, что я слышу? Есть ли другая правда у того факта, который пришел сейчас в мою жизнь? Черпать информацию стоит только из официальных и проверенных источников. Например, на портале объясняем.рф. Проект создали, чтобы максимально избежать фейков и слухов, а пользователи могли получать достоверную информацию о социально-экономической ситуации. Еще один важный сайт – война с фейками.рф. Организаторы, владельцы и администраторы нескольких неполитических телеграм-каналов. Они ежедневно занимаются тем, что развинчивают мифы и ложь. Невольным участником фейка на уходящей неделе, например, стал Сургут. Подробности в нашем телеграм-канале ОМЕДИА СУРГУТ-24. Валерия Кудрявцева, Денис Зонов, Сергей Кондаков. Специально для программы «Новости главное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова